Пренебрежительное отношение к народу отличительная черта нынешней власти. Мнение. Власть 3 июля 8.5. Пренебрежительное отношение к народу отличительная черта нынешней власти. Нужны ли Москве депутаты от партии, которая разговаривает с людьми на языке понятий? Анастасия Удальцова. Комментарии в просмотрах 3102. Фото. Александр Колбасов, ТАСС. В регионах Сибири сейчас страшное стихийное бедствие наводнения. Погибли люди, многие попали в больнице, многие лишились домов. Как бороться со стихией и ее последствиями вопрос, в первую очередь, к местным властям. Возможно, заголовки в СМИ в духе в Иркутской области понизился уровень воды после приезда Путина кого-то и способны убедить, что наш президент Супермен, который одним своим видом тушит пожары и останавливает вышедшие из берегов реки. Но люди хоть немного здравомыслящие все же понимают, что ответственность за устранение последствий природных катастроф лежит, по большей части, на местных руководителях. Понятно, что все люди разные, но, как выясняется, эффективность работы и уровень коммуникации с гражданами во многом зависит от цвета партийного билета регионального начальника. Вот, например, возьмем Красноярский край. В пострадавший от подтопления Канск прилетел губернатор Александрус и пообщался там с местными жителями. В ходе общения вышел небольшой конфуз. Одна женщина спросила губернатора, видел ли он дорогу. По ее словам, жители боятся оказаться отрезанными от внешнего мира. «А если сейчас вода пойдет и ее размоют, нам вертолеты будут присылать?» Спросила она. «Что вы хотите мне сказать?» «Права качнуть», заявил ей в ответ Туз. «Я тоже могу качнуть». Еще одному жалующемуся местному жителю губернатор сказал, спокойно. «Давайте я вам поправлю воротничок. Удачи вам!» «Счастливо!» «Держитесь!» Так завершил чиновник общения с людьми. Наводнение в Сибири топит дома и сносит крышу в Единой России. Забыли простое правило, иногда лучше молчать, чем говорить. Что это, издевательство? И куда вообще смотрят пиарщики губернатора, позволяя ему так позориться? Впрочем, пиарщики уже спохватились и попытались оправдаться. По словам начальника управления пресс-службы главы региона Елены Улишевой, слова губернатора были вырваны из контекста. Достойная отмазка. Будем считать, оправдались. На этом фоне совсем иначе выглядит губернатор соседней Иркутской области Сергей Левченко, который в последние дни лично руководит всеми спасательными и восстановительными работами, везде появляется в форме МЧС, общается с пострадавшими, открыто и честно отвечает на все вопросы. Просто люди разные. Возможно. Но при этом, УЗ Единорос, а Левченко член КПРФ. Почувствуйте разницу. Единороссы до сих пор не смирились с тем, что проиграли Иркутскую область. И стараются хоть как-то обозначить свое присутствие. Например, в принудительном порядке снабжая пакеты с гуманитарной помощью для пострадавших жителей области партийным логотипом. И снова конфуз, и снова скандал. И снова оправдание. Региональное отделение рассматривает помощь пострадавшим как внепартийную акцию. Не было времени контролировать каждую коробку или каждый мешок, говорится в сообщении на сайте местных единороссов. Правда, в изначальной версии сообщения была еще и фраза, «Мы крайне сожалеем, что такой эпизод случился в стенах партии». Однако она в итоге исчезла. Адвокат Аграновский, я приветствую суд между Навальным и Митильским. Разгорается новый скандал, в центре которого оказался депутат Мазгардумы. Да, иногда, когда происходит совсем уж вопиющее случай, как с главой Ширинского района Хакасии, который напал на журналистов, задавших ему неудобные вопросы, единороссы избавляются от перешедших красную линию хамов. Проблема в том, что эта красная линия проходит не в области поведения чиновника, а после того, как скандал станет достоянием СМИ. Не будет скандалов в СМИ, никто никого не накажет. Все будет по-прежнему. Можно ли реформировать партию, лидер которой навсегда войдет в историю фразой, брошенной крымским пенсионерам, «Денег нет, но вы держитесь», которая стала ярчайшим символом издевательства правительства над народом. Правительство, которое не только на словах издевается над людьми, но и на деле. Яркий пример та же пенсионная реформа. Похоже, всякие усы, предлагая местным жителям держаться, просто повторяют своего шефа, как попугай. Вот и весь их уровень. Вне зависимости от того, идет ли речь о председателе правительства, губернаторе Красноярского края или депутате Масгардумы. Кстати, о Масгардуме. Вы хотите видеть таких вот депутатов в нашем городе? Или кто-то верит, что если они идут как самовыдвиженцы, то что-то изменится, и они начнут по-другому воспринимать своих сограждан? Новости внутренней политики. Адвокат Аграновский. Я приветствую суд между Навальным и Метельским. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова